Гамак повесили без меня, привет, зритель. Первый день в этом году в деревне. Я сейчас граблями махала. Меня уже укусила пчела, очень жарко и вообще ели шухой. Ну, так вот тут, может, на минуту засниму. Я ее на все-таки лучше взяла, эту камеру. У нас на дикой сливе в этот раз что-то будет. Как она цвела, я не застала, но я увидела на ней плоды. Где-то тут. Тут против солнца или в тени. Короче, в камере темно, а вот видно. Сосна, которая слегка помирала в прошлом году, сейчас оживает. Еще сосна, елка и еще там, по ходу дела, сосна. Ибупрофен мне рапно помогает, если вас укусила пчела. Ну, я помазала алоем, гелем, а потом ибупрофен схомячила. По-моему, моя калина в этом году лучше себя чувствует. Я надеюсь, на ней будут ягоды на более зеленые, чем в прошлом году. В этом году родственники вчера приезжали, скосили чуть подальше, чем в прошлом. В теньке было 22 градуса, не знаю, как на самом деле. Очень высокие такие веточки. Я сегодня утром прочитала, что молодые сосновые веточки, ну, такие, или просто хвоя, с листьями малины, либо черной смородины, с медом, или даже с черным чаем в завесах, или зеленым. Ну, короче говоря, еще с какой-то травой забыла. Хорошо для желудка и желчегонное. Вообще можно заваривать веточки. Добавлять мед. Я как раз с утра сегодня что-то лежала и ласты склеивала. Тут васильки у нас. Когда-то мои фитя садрала, они тут конкретно так разрослись. И я приличненько себе собрала, хочу сделать васильковую воду. Ну, типа гидролаза. Потом год потеплее, так как вещи уже сюда привезли мои основные. Ну, типа там постельное белье, одежда мелкая. Я потом сюда уже с котом день на пять приеду. Ветло, которое как бы и его, тоже как-то хорошо в этом году разрослась. Еще очень надеюсь, что у меня получится на гамачке полежать. Или хотя бы посидеть. Над Кариней таки есть ягодки. И на Каринке. Я очень надеюсь, что Каринка мне в этом году достанется, а не только птицам, как обычно. Последние годы вот тут елка. Молодые штуки растут. С той сосны крайне есть немало. С этой только пару шишек, потому что она вот такая. Здесь вон лысенькая сосна высохшая. Еще вон там сосна такая интересная. По большей части на ней шишек молодых дофига. Ну, вдруг кто не знает, не видел. На них пыльца может получится сейчас заснять. Это молодые веточки. А тут очень много шишек. Я сначала не сразу поняла, что шишки будущие. Там с них пыльца падала. Не знаю, засветится или нет. Как бы. Ну, вот на пальцах видно. Просто тут не очень удобно. Тут кто тенек, кто не тенек. Вот у камеры-то она летит с этой стороны. В общем, тут у нас сосновая пыльца. Теперь придется протирать мониторчик. Что, попало? Ну, на пальцах. Главное, она ничем не пахнет. Желтая пыльца. Березка. Раз. Там еще одна березка есть. Минимум две или три тут березки. И будет прикольно. У меня ролики еще за прошлый год они смонтированы. А я тут приеду и постараюсь сделать. Потому что он небольшой. Вот тут плоды будущей коринки. Дальше у нас шлива идет. И Калина внезапно жила. В прошлом году она вообще такая была. Уж думала, она помрет. Или ее морозом прибило. Или еще что-то. Но, на мое счастье, она жила. И мне не придется искать эту Калину. Потому что маленький совсем кустик. Ну, наверное, если моя жила, то та тоже в Ескино жила. Ну, в общем, очень хорошо, что оно ужило. Тут с левой понятно, что и приличненько будет. И может быть даже... Ну, я, конечно, потом, когда приеду сюда, еще схожу. Постараюсь. Ну, или осенью уже потом. На бывший Гороховский дом. Там, где Калина была. В общем, если она тут... Мы будем верить, что она будет. В общем, отжила Калина. И в этом году я сниму себе Калины. И заморожу. И с медом сделаю. Не придется у соседки просить. Как в прошлом году получилось. Но она как бы нашу сливу собирала. Меня угостила немножко Калиной. Моя малина. Ребята ее косили. Конечно, там через раз крапива все равно есть. Вот в этом году не получилось приехать. Вот так вот, чтобы... В прошлом-то году ее обрезала лишняя. Но молодые ветки, чтобы шли. Калина. Ну, тут видно наши ули. Хотя вот у меня сейчас пыльцой запорошенный. Солнце как-то так неудобно светит. Что я не очень вижу. Что там? Мониторчик свой. Конечно, мы сейчас теперь используем. Продолжение следует...